Спасибо большое за представление. Камера не передает краску моего лица после такого представления. Я благодарен, что у меня есть возможность выступить на таком симпозиуме. И на самом деле после такого утонченного итальянского доклада, изысканного доклада из Санкт-Петербурга, я такой с легкой непринужденностью, свойственной москвичам, попытаюсь рассказать о метастатическом колоректальном раке, сберав мутации, как лечить. Но перед этим нужно понять, насколько это стало актуально. Если мы посмотрим на статистику США, то мы увидим, что с 2013 года до 7 лет частота выполнения теста, берав мутации при колоректальном раке, увеличилась с 10% до 60%. То есть это очень значимый параметр, который нужно смотреть в популяции. Зачем? Но кроме этого мы должны понять, как часто он встречается. Если мы возьмем данные из западных стран, из США и даже Южной Америки, то частота мутации составляет, если мы берем весь метастатический колоректальный рак, в среднем 8-10%. Однако, когда мы в совокупном анализе с разных клиник, объединив данные более 8 тысяч пациентов в Российской Федерации, обнаружили, что частота встречаемости берафа у нас, мутации берафа, всего 5%, мы задумались, почему так. Кроме того, ступор нас ввело и данные по локализации первичной опухоли, ассоциированной с мутацией в гене берафа. Если мы посмотрим на данные США, то да, первое, так скажем, место по локализации занимает правое дело толстой кишки. Но казуистически редко встречается мутация берафа при локализации первичной опухоли в прямой кишке. У нас же совсем другая ситуация. После правосторонних опухолей на втором месте локализуется опухоль, где? В прямой кишке. Но на самом деле оказалось не все страшно, это не ошибка. Действительно, если мы возьмем, например, азиатские данные, Китай или Тайвань, то мы также увидим не столь частое превалирование в популяции метастатического колоректального рака бераф мутации 4-5%. И опять же на втором месте по частоте локализации первичной опухоли при бераф мутации выступает прямая кишка 26-17%. Поэтому вот по отношению бераф мутации наша страна, она ближе к азиатским странам, но тем не менее она встречается относительно часто 4-5%. Какой прогноз заболевания? Если мы посмотрим на первую стадию, то мы видим, что, например, мутации в Кераспе и Трикосьей несут негативный прогноз даже при первой стадии рака толстой кишки. Однако для бераф мутации данных практически нет. Всего трое человек было с бераф мутацией при первой стадии. Однако если возьмем вторую стадию, здесь мы увидим парадоксальную ситуацию. Бераф мутации здесь несет благоприятный прогноз. То есть в этом исследовании большинство больных имело вторую стадию. Мы видим, что ни один из этих пациентов пока не умер на момент публикации данной работы. Однако если мы пойдем смотреть другие работы и посмотрим разделение больных, там MSI-H, не MSI-H и так далее, то мы увидим, что если бераф мутации встречается при MSI-H, вроде как в некоторых работах это несет неблагоприятный прогноз. В других смешанные данные. Почему это так? Потому что в эти работы включались больные не только со второй, но и с третьей стадии. И если мы отдельно посмотрим больных в третьей стадии болезни, здесь становится уже все понятно. Чем более распространена опухоль, тем значимый неблагоприятный фон несет с собой бераф мутации. Мы видим, что при третьей стадии уже появляется тенденция и даже значимые моменты в ухудшении общей выживаемости больных, выживаясь без признаков болезни, если есть мутации в бераф, причем независимо от того, ли воссторонняя локализация опухоли или правосторонняя. А если мы берем четвертую стадию, то здесь, конечно, она рассветает в своем прогнозическом негативном влиянии. Мы видим, что если мы возьмем академические центры, медиана продолжительности жизни таких больных составляет всего 11 месяцев. А если мы возьмем общепопуляционные данные США 2019 года, то вообще медиана продолжительности жизни таких больных составила в момент диагностирования метастазов всего 6 месяцев жизни. То есть мы видим, насколько агрессивная опухоль. При этом при разникновении метастазов мы видим, что есть некоторые отличия в локализации этих метастазов. Но чаще при метастазах по брюшине, отдаленных лимфоузлов, при метастазах головной мозг будем встречать бераф-мутации. Поэтому если вы видите такую локализацию метастазов, это тоже вам лишний повод задуматься, нет ли бераф-мутации. Но при этом вот этот агрессивный фенотип на самом деле не одинаков у всех. Внутри этой прогностической неблагоприятной группы мы можем разделить пациентов, которые при метастатике долго живут, либо погибают очень быстро. При этом если мы посмотрим на этот многофакторный анализ, который был проведен, то мы видим, что влияет не только функциональный статус и степень распространения опухоли. Но нам же интересно, что если пациент курит у него из бераф-мутации, то прогноз у него лучше по сравнению с некурильщиками. Но при этом еще мы видим, что и локализация метастазов также влияет на прогноз. Если это легкие печень, то прогноз здесь более неблагоприятный при бераф-мутации, нежели, например, при локализации в отдаленных лимфатических узлах, хотя как ни странно и по брюши. Другая интересная, это уже испанская работа. Она по двум всего лишь клиническим факторам на момент начала заболевания метастатического позволила разделить пациентов, сбирав мутации классической ВИС-600Е на три подгруппы. Хорошего прогноза, где медиана продолжительности жизни даже не достигнута, когда у вас нормальный уровень РЭА, и хороший ЭКОК, и ЭКОК 0. И, соответственно, если это два фактора есть негативных, то, соответственно, здесь уже, да, медиана продолжительности жизни 6 месяцев. Если хотя бы один, то продолжительность жизни таких больных занимает промежуточное значение. То есть здесь мы уже по простым клиническим факторам можем предполагать, какой прогноз у пациента на момент начала лечения, даже если у него есть бераф-мутация, это не приговор. Мы можем повыдеть. Вот, наконец, первое клиническое наблюдение, которое, собственно, позволит нам определить, как же лечить в первой линии метастатический колоректальный рак бераф-мутации. Молодая пациентка, ЭКОК-1, печеночный изгиб, метастазы по брюшине и осыд, правосторонний палеотивный гемикол, дигитип раз-мутации в бераф, в анализах ничего специфического нет. Ну, выберите правильный ответ. Здесь есть некоторая подсказка. Какой режим лучше выбрать, если мы посмотрим на все рекомендации? Фолфоксири-беф, фолфоксири-анти-GFR, дуплеты, фолфоксири, фолфири, плюс-минус анти-GFR. Пожалуйста, голосуйте. Надеюсь, я увижу результаты голосования. Вы еще, пожалуйста, прокомментируйте, потому что сейчас мы видим, а зрители нас еще не видят, нашего голосования. Хорошо, я пока не вижу голосования. Мы в будущем живем по отношению... И голосуют сейчас в основном председатели. А вот сейчас все, нас видят. Все, зрители нас видят. Отлично, будем ждать. Пока не вижу. Ну, мы активно голосуем. А, еще продолжается? Да, да, голосование продолжается. Да. Хорошо. Сейчас все-таки большая опция за фолфокс, фолфоксири в комбинации с Биво Цузумабом. Половина участвующих проголосовала. Я думаю, что мы подведем итоги. Голосование, пожалуйста, выведите. Ну, все, тогда смотрите, у нас по итогам 60% слушателей проголосовали за комбинацию фолфокс, фолфоксири с Биво Цузумабом. Отлично, это мне и нужно было. Спасибо большое. Давайте посмотрим, что дальше будет. И действительно, если вот эту картинку, которая транслируется из одной презентации в другую, да, кого бы вы ни слушали, мы все увидим по эсманским рекомендациям, что прибирав мутации, независимо от того, какую цель вы хотите достичь, рекомендуется триплет с Биво. Да, анти-ГФР здесь не упоминается, например. Давайте разберем, почему. Если мы говорим об анти-ГФР, вот пример, наверное, одно из последнего рандомизированного исследования, где еще в первой линии сравнили химиотерапию и цитуксимаб. В данном случае сравнивалось с фолфоксом. Фолфокс против фолфокса с цитуксимабом. Обратите внимание, прибирав мутации, фолфокс без цитуксимаба – это лучшая опция, нежели фолфокса с цитуксимабом. Это, в принципе, и закономерно, и когда сделали метаанализ еще в 2016 году, об этом тоже уже говорилось, мы видим, что добавление анти-ГФР к дуплетам, фолфоксам, фолфире ни в одном исследовании не привело и по результатам метаанализов к значимому улучшению продолжительности жизни и выживания без прогрессирования больных. И, соответственно, еще в 2016 году мы ввели в руссковские рекомендации, что БИРАФ все-таки нужно смотреть для того, чтобы назначать анти-ГФР терапию, не должно быть там мутации. А в прошлом году и НССН, и СМС, и МЭЛЖ наконец-то дозрело эти, перебирав мутацию, рассматривать не только как негативный прогностический фактор, но и как предиктор негативного для назначения анти-ГФР терапии. Прибирав мутации, анти-ГФР с дуплетами не работает. Но у нас есть подгруппа больных без мутаций, точнее, с мутацией в БИРАФ, но не ВИ-600Е, классическая, которая вот меланома, при кишке чаще всего встречающаяся. Максим Леонидович как раз говорил на своем примере, что у них было 6 пациентов, которые имели нетипичную локализацию мутации. Когда посмотрели выживаемость этих больных, она приближена к пациентам, которые имеют дикий тип мутации, дикий тип гена, то есть не содержат мутации ВИ-600Е, если мы говорим о первой линии лечения. И действительно, эти мутации в БИРАФ мы можем разделить на три класса. Первый класс – это классическая ВИ-600Е, где высокая киназная активность и анти-ГФР не работают. Но есть еще мутации третьего класса, где низкая киназная активность, то есть практически не изменена функция работы вот этой молекулы БИРАФ. Соответственно, здесь анти-ГФР могут сработать. При втором классе все-таки это высокое промежуточное изменение киназной активности, и, соответственно, здесь анти-ГФР лучше не назначать. Так как же лечить этих больных? И чем, конечно, фолфоксири с БЕВАМ. Вы правильно ответили, мне это нужно было сделать, чтобы подвести к дальнейшему слайду. Обратите внимание, если мы говорим о фолфоксири с БЕВАМ по сравнению с фолфири с БЕВАМ в первой линии по результатам итальянского исследования ТРАЙП, то здесь медиана продолжительности жизни больных, выживая в себе с прогрессированием, увеличилась с 5 до 7,5 месяцев. Вот эти зеленые графики, как они расходятся. И действительно, это все пришло в различные рекомендации. Однако в прошлом году начали появляться уже и другие исследования. Опять же, итальянцы не остановились, делали исследование ТРАЙП-2, где фолфоксири с БЕВАМ было на первой линии и на второй линии лечения, в случае с пациентом был более-менее сохранен. А в качестве контроля выступало последовательное назначение обычных дуплетов нашей обычной стратегии. Фолфокс БЕВАЦИЗУМА при прогрессировании фолфири БЕВАЦИЗУМА. И что оказалось? Под анализ исследований, побирав мутацию, а это тоже под анализ, как и в исследовании ТРАЙП-1, показывает, что вот это вот фолфоксири почему-то не сработало. Последовательное назначение фолфокса и фолфири БЕВАЦИЗУМАБом дает абсолютно те же самые риски умереть, чем, например, фолфоксири с БЕВАМ, фолфоксири в первой и второй линии лечения. Может быть, здесь не БЕВ нужен, а анти-GFR, антитела нужны. Было такое исследование, где сравнили фолфоксири и фолфоксири по НИТУМАБ при изолированном поражении печени, исследование ВОЛФИ. И мы видим, да, это хорошо работает, увеличивает частота объективных ответов. И даже в группе пациентов БЕРАФ мутации в первой линии частота объективных ответов увеличивается с 22 до 71%. Но, к сожалению, это не вылилось в улучшение показателей даже выживаемости без прогрессирования. И вот если мы возьмем, например, фолфоксири и фолфоксири с АТУМАБом и исключим больных, сберав мутации, вот здесь появляется улучшение показателей выживаемости у пациентов, если им добавляется фолфоксири и анти-GFR. Поэтому здесь вопрос от фолфоксири с анти-GFR, приберав мутации, тоже под большим-большим вопросом. Мы посмотрели наши данные, опять же, собрали с разных центров Российской Федерации. Более 100 пациентов, сберав мутации классической ВИС-600Е. И что мы обнаружили? Мы обнаружили, что лечат по-разному. От монотерапии в тор-перимедином до фолфоксири с таргетными препаратами. И увидели, что на весь группу медиана выживается без прогрессирования 6 месяцев. То есть, в принципе, то же самое, что в исследовании ТРАИК. В первой линии лечения там было 7 месяцев. Но что для нас более странным оказалось, что фолфоксири не лучший решим. Он никаким образом не улучшает результаты лечения пациента по сравнению с дуплетами. Хуже всего лечения у пациентов, которые получали монотерапию в тор-перимедином. Это точно делать не надо. Но вот тут мы задумались. И появилась идея. А давайте соберем все исследования, где сравнивались с фолфоксири. Плюс-минус таргетная терапия. И дуплеты фолфоксири с таргетной терапией. И есть информация, как выживаемость меняла внутри берафмутированных больных метастатическим колоректальным раком. И что оказалось по результатам этого метаанализа? Никакое различие, значимо даже в отношении выживаемости без прогрессирования, не было получено при сравнении фолфоксири с таргетной терапией и дуплетов фолфоксири или фолфоксов с таргетной терапией. И эти моменты, в принципе, еще идут в связи с результатами так называемого метаанализа по индивидуальным данным, которые были опубликованы буквально несколько недель назад на АСКО 2020 года. Там тоже собрали уже из пяти исследований варианты фолфоксири-бева и сравнили фолфокс-бева-цузума, фолфири-бева-цузума. Они наконец доказали, что фолфоксири-бев все-таки улучшает общую выживаемость на всей группе пациентов, улучшает частоту объективных ответов. И, слава богу, уже доказали, статистически значимо увеличивается частота резекций органов с метастазами. Но вот обратите внимание на этот поданализ. При биорраф-мутации никакого значения, казартрейша 1,12 по сравнению с фолфоксири-бева и дуплетов с бева-цузума, при этом независимо от того, где локализовалась опухоль, правосторонняя это была опухоль, с биорраф-мутацией, или левосторонняя, с биорраф-мутацией. И, соответственно, о ужас, неужели нам фолфоксири при биорраф-мутации не нужен? Ну, по крайней мере, мы можем уже сказать, что, по крайней мере, нужно проводить клинические исследования первой линии лечения биорраф-мутированного колоректального рака, чтобы понять оптимальную схему лечения. Второе клиническое наблюдение немножко полегче, с одной стороны. Человек 62-х лет, без сопутствующей патологии, слепая кишка, правосторонний гемикол, Т4-0М0, дикий тип генофраз, мутация биорраф, он получил 4 кселокса, через 2 года он запрогрессировал, но метастазы в печени абсолютно резектабельного характера, без клинических значимых отклонений, и КОК-1. И, соответственно, встает вопрос. Он один, что делать? Удалять метастазы или не удалять? Я вот не знаю, помогите мне, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что будете делать? Удалять, учитывая даже переоперационную химиотерапию, или мы знаем плохой прогноз, все запрогрессируют, удалять не нужно. Голосование у нас идет, буквально надо несколько минут, если вот, ну, у нас еще продолжается голосование? Да, голосование продолжается. Михаил Юрьевич, ну, буквально еще несколько слов вот в течение минутки продолжайте. Пожалуйста, пожалуйста, ну, действительно, если мы, вот, как говорил у нас итальянские коллеги, если у нас легко удалимые очаги, да, бейрофмутации, например, нет, их спокойно всех удаляют. Метастазы, потом можно диван проводить. Если есть какая-то биологическая особенность, онкологические риски высокие, то можно проводить переоперационную химиотерапию, потом удалять. Да, а вот прибирав мутации, выживаемость всего 6 месяцев, да, если мы берем общепопуляционные данные метастатического заболевания. Что с ними делать? На самом деле, это очень и очень большой вопрос. И если, наконец, уже есть результаты... Ну, я думаю, да, результаты есть, мы останавливаем голосование. У нас получается, что за опцию не удалять метастазы, вот я честно скажу, я была против 12,5, но меня никто не поддержал, в основном все проголосовали за удаление метастазов, это 87,8%. Ну, давайте проверим, кто из нас был, кто был прав, вы или 88%. Ну, я не хочу сказать, я просто решила хоть как-то быть в большинстве, чтобы... Я не знаю, давайте попробуем разобраться. Когда провели такой, ну, больше систематический обзор, нежели метаанализ по влиянию фенотипа мутационного на результаты исхода метастазыктомии, оказалось, что да, биорав мутированный рак, это абсолютно неблагоприятный прогноз, если мы говорим о метастазыктомии при метастатическом колоректальном раке. И действительно, у нас есть данные, что это крайне неблагоприятный прогноз на всю популяцию больных, есть с 15-го года эта статья, где метастазы в легких изучались колоректального рака, метастазыктомия, и опять же, как влиял мутационный статус. И понятно, что вот эта нижняя кривая, которая просто падает, да, после метастазыктомии, полностью говорила о том, что не нужно, видимо, удалять эти очаги. Хотя вот какие-то там двое пациентов, один пациент, он имел длительной, продолжительной жизни пациентов. Однако в прошлом году, собственно, произошли изменения. Видимо, накопились уже данные, и появились ряд работ, которые изучала, а нужно или нет делать метастазыктомию при локализации этих очагов печени. И оказалось, что если вы оперируете больных с мутацией в гене-бирав, то продолжительность, выживаемость без признаков болезни в этих больных, аналогично пациентов, которые не имеют мутации в гене-бирав. Однако вот если они потом запрогрессируют, конечно, их прогноз негативный. Но оставался вопрос, а нужно было или нет. Если мы возьмем одинаковых пациентов с гене-бирав мутацией, одних соперируем, других нет, что будет. И такое исследование проведено и опубликовано на АСКО в виде постерной работы этого года. И мы видим, что выполнение операций по удалению очагов печени, если очаги резиктабельны при гене-бирав мутации, в два раза увеличивает медиану продолжительности жизни с 18 до 38 месяцев. Конечно, в этой связи я снова возвращаюсь к испанской работе, которая подскажет вам по степени вот этой агрессивности течения, по клиническим признакам всего двум РЭ и ЭКОГам. Может быть, это подскажет вам, каких больных брать на операцию, каких все-таки полечить, но так или иначе все равно начинать, по-видимому, с ним в предоперационной химиотерапии. И это же касается, например, данных по метастазоктомии, перитонеоктомии. Это один из органов, который чаще всего при бирав мутации поражается брюшина. И мы видим, да, этот прогноз наихудший среди других мутационных изменений характерно для метастазического колоректального рака, где выполняется перитонеоктомию. Но опять же мы видим, что есть пациенты, у которых есть длительная выживаемость, 24-42 месяца после перитонеоктомии, даже прибирав мутацию. Поэтому здесь, если нацеленная метастазоктомия, нужно отбирать их больных по клиническим факторам, по агрессивности течения, по ответу на предшествующие химиотерапии. Наконец, завершающий вопрос. Следующий пациент, в принципе, пожилой, 72 года. Опять же, сопутствующая патология незначимая, КОГ-1, асигмовидный кишка, ради бога, нисходящий отдел ободочной кишки, нерезиктабельные метастазы в печени, мутация в бирав, МСА-ХАЙ, 4 курса кселокса, сбиваться с зумабом, прогрессирование. И вот он попадает к вам. И что, собственно, здесь сделать? Я не знаю. Делать, как нам говорили, иммунотерапию, потому что МСА-ХАЙ, или есть бирав мутация, это все-таки вторая линия, давать комбинацию бирав, мек-ингибиторов, анти-GFR-ингибиторов, или всего лишь двух препаратов анти-GFR и бирав-ингибиторов, или давать фолферит с бевомов, либерцептом, раму, цурумабом. Если есть возможность, ответьте. Вы уже прослушали и первую линию. Да, но нас просит не молчать, нас просит озвучивать. Вы говорите, мы в эфире, пока народ голосует. Да, да, да. Поэтому опций действительно много. Классика фолферит с любым антиангиогенным препаратом выбирайте на ваш вкус, учитывая токсичность того или иного другого. МСА-Хай, монотерапия антипидивана антителом, либо комбинация антипидивана антителом, 4 антитела и пенива. Тоже такая комбинация у нас есть в запасе. Бирав-ингибиторы в монорежиме? Почему нет? Если, например, пожилой пациент, ЭКОК-1, и, в принципе, он довольно быстро прогрессировал на селоксе, может быть, нам достаточно не перелечивать нужно пациентов, не нужно комбинировать с другими мек-ингибиторами, тем более с анти-GFR, а уж опций трех таргетных препаратов, какой хочешь с ним комбинировать, это тоже вопрос, какую эту опцию выбрать. Действительно, если мы откроем инсессиен, это, собственно, выбранный из инсессиен, который позволяет вам, так скажем, определить наилучший вариант лечения пациента. Я думаю, что мы остановим голосование. Вы ведите, пожалуйста, на экран. На самом деле, вы дали такие богатые возможности выбора, что я думаю, что люди... Что ближе к сердцу? Вот что бы вы назначили? Опций много. Вот чувствуйте, интуиция же должна тоже же быть у доктора. Вы не видите голосование, Михаил Юрьевич? Нет, абсолютно не вижу, поэтому я вот жду от вас подсказки. Я буду озвучивать, смотрите, начну тогда с конца. Биоморофенипс с токсимабом и ренотеканом 17%, брав-ингибиторы в монорежиме 3%, анти-ПД двойная блокада 11,4%, анти-ПД в монорежиме антитела 8,6%, фолфирис с рамоцирумабом 20%, фолфирис со флиберцептом 11% и фолфирис с бивоцизумабом 28%. Вы знаете, выбор обширен. Разделился обширный, да. Пусть я полностью, наверное, запутал, и можно было так поставить еще. Да, да, я думала, что надо было сократить в магазине, нельзя давать большой выбор, покупаешь не то. Но тогда были бы неинтересны следующие слайды. Поэтому я расскажу. Итак, что у нас есть во второй линии? Вот классика, да, дуплеты у нас остались, серимтыкан, содержащие стороперимединами, анти-ДЖФР, анти-ВИДЖФ. Мы уже знаем, анти-ДЖФР не работает, все, крестик на них. У нас есть фолфири с бивом, афлиберцептом или рамоцирумабом. Ранее, собственно, считалось, когда в 2017 году опубликовали под анализ исследования Велюра, что афлиберцепт имеет какую-то прям такую специфичность для биров мутации. Обратите внимание, он практически во второй линии в два раза увеличивает медиану продолжительности жизни, если его комбинируют с фолфири по сравнению с фолфири плацебо. С пяти до десяти месяцев увеличилась продолжительность жизни пациентов, как будто мы говорим о фолфоксире в первой линии. И, соответственно, с тех два года и существовал такой, можно сказать, монополий. Все думали, что афлиберцепт супер работает. Однако вышли, и вот так графики расходятся. Однако в прошлом году опубликовали под анализ исследования РАССРАМУЦРУМАБом, абсолютно с теми же данными. Прибирав мутации, мы видим абсолютно такое же улучшение показателей общей выживаемости с четырех до девяти месяцев. Поэтому здесь, возможно, просто есть установка, что антиангиогенная терапия работает во второй линии. Если у вас нет доступа к иммунотерапии, когда есть MSI-HI, нет доступа к БИРАФ-ингибиторам, вы можете спокойно фолфири делать с антиангиогенной терапией. Это стандартное лечение. Может, в этой линии у вас другая терапия уже закупится, и вы уже можете перейти, например, на БИРАФ-ингибитор. Но вот в чем загвоздка. Если мы смотрим на меланомы, это классическое, еще десятого уже десять лет. Михаил Юрьевич, мы с вами сейчас вышли немножко из тайминга совсем, поэтому надо... Все-все-все, я уже завершаю, там два слайда осталось. БИРАФ-мутация в монотерапии, веморофенип не работает при кишке, всего 1% ответил. Проверочные исследования с веморофенипом 0%, энкорофенип 0%, ПАНРАФ-ингибитор, один больной только ответил, потому что окополь защищается. Нужно блокировать и МЕК, и ИДЖФР. Действительно, комбинация рентекан-веморофенип с токсимаб сработала, но выигрыш очень незначимый. С двух до четырех месяцев увеличилась, выживаясь без прогрессирования, общая выживаемость незначимо увеличилась, потому что был кроссовер. И были разные комбинации, сбирав и МЕК-ингибиторами. Из последнего, что мы знаем, комбинация веморофенипа-кобиметенипа, те же там 20% объективных ответов. И о чем говорил наш итальянский коллега, исследование Биакон, вторая линия. Но у нас не было данных о том, что лучше, двойная таргетная терапия, БИРАФ и анти-ДЖФР, или тройная, БИРАФ, МЕК и анти-ДЖФР. Он тоже показывал эти слайды. И вот этот поданализ, который четко показывает, что если у вас опухоль быстро растет, много органов поражено, высокий ЦРБ, лучше дать тройную комбинацию, а не двойную. А вот если у вас, как в клиническом случае, БИРАФ с МСАЙХАЙ, то тут НИВА-ИПИ дает 55% объективных ответов, а тройная комбинация таргетной терапии всего 34%. Поэтому здесь, в нашем клиническом случае, лучше дать ИПИ-НИВА. Все, выводы не будут останавливаться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.